В Твери начал свою работу новый многофункциональный центр для молодежи. Он стал своего рода подарком тверским учащимся колледжей и вузов ко дню российского студенчества. Чем молодежный филиал МФЦ отличается от обычного? Какие услуги готов предоставить? И чем он полезен подрастающему поколению? Выяснял наш корреспондент. Место для нового молодежного филиала МФЦ выбрано не случайно. Офис открыт напротив мультимедийного парка «Россия. Моя история». Эта площадка – место притяжения студентов и школьников. Здесь проходят образовательные мероприятия. Теперь по пути на лекцию молодые люди могут зайти в МФЦ, чтобы оформить любой документ. Это займет минимум времени. Зал оборудован компьютерами с современными стойками информации. На этом экране заявитель может зайти, например, в свой профиль госуслуг. А если вдруг студент не имеет регистрации на портале госуслуг или не умеет пользоваться им, то здесь специалисты центра проведут ликбез и помогут познакомиться с возможностями ресурса. Мы должны научить любого гражданина получить доступ к порталу государственных муниципальных услуг, получить его подтверждение и показать основы пользования этим порталом, научить, помочь, подсказать, как получать услуги в электронном виде. Получение различных справок, подача заявлений на различные пособия, государственную поддержку, получение информации о каких-либо возможностях. Здесь же можно оформить пушкинскую карту и даже карту болельщика. Сотрудники расскажут и подскажут, какие необходимо принести документы для той или иной услуги. Молодое поколение порой осваивает сложные технологии, но в электронных документах может запутаться, говорит студент Тверского технологического колледжа Роман Давыдов. Молодой человек пользуется порталом госуслуг, но иногда возникают вопросы. И МФЦ будет хорошим помощником, считает Роман. Это такой проводник перед народом и государством. И достаточно легко будет взаимодействовать через МФЦ. Также огромный просто список услуг, которые могут этому помочь. И я думаю, что да, это будет достаточно популярно. Я попробую воспользоваться МФЦ, чтобы поменять фамилию. Этот новый филиал МФЦ уже 46-й в Тверской области. По своему функционалу он не отличается от остальных. Разве что нацелен на работу в большей степени с молодежью. Сотрудники более подробно объясняют, как пользоваться электронными услугами и что для этого нужно. К слову, в офисе обслуживают не только молодежь, но и всех граждан, независимо от возраста. Напомним, развитие в Тверской области сети многофункциональных центров в 2023 году рассматривалось в декабре прошлого года на заседании регионального правительства. В этом году планируется расширять перечень дополнительных услуг. Одно из направлений – развитие взаимодействия МФЦ и центров занятости населения. Глава региона Игорь Рудени отметил, важно обеспечить трудоустройство в МФЦ, в первую очередь местных жителей, проработать вопрос повышения уровня заработной платы сотрудников.